Ребят, тут просто вообще всё завалено морской живностью. Не знаю, там на дне что-нибудь выжило вообще? Просто слоем 20 сантиметров. Даже крабы есть. Это видео сделано 29 сентября, во вторник, вблизи Халактырского пляжа на берегу Тихого океана. Кадры ужасают. Просто кладбище морских животных. По-другому и не скажешь. Сотни, тысячи мёртвых обитателей морских глубин оказались выброшенными на берег. Позже тела животных обнаружили в Большой и Малой лагерных бухтах и в бухте Бабье. Какого-то хищника как выбросили. Настолько сильные волны были. Огромные. Я такого не видел у нас под водой ни разу. А вот бычок морской. Представляете? Бычка выбрали. Интересно, волнули. Вот, как-то так. Первыми о проблеме заговорили местные сёрферы. Ещё 14 сентября они начали жаловаться на изменение цвета воды и на ухудшение самочувствия после купания в океане. Сначала, самые первые признаки, у людей просто появилась тошнота. Мы думали, что это, возможно, какой-то ротовирус или ещё что-то из-за воды питьевой. Потому что никаких явных проблем с глазами не было. А следующие симптомы были – это белина в глазах, першение в горле, ну и в целом плохое самочувствие. У всех сёрферов на Халактырском пляже на протяжении последних нескольких недель после возвращения из воды начались проблемы с глазами. Появлялась белая пелена, сухость, резь в глазах, першило горло. И мы вначале не придавали этому серьёзного значения, потому что подумали, что это что-то вроде солнечного ожога. Потому что в те дни было яркое солнце, сильный ветер, глики на воде. Но когда это стало продолжаться и в пасмурные дни, конечно, мы начали уже беспокоиться. И мы написали в социальных сетях об этом, обратились к правительству Камчатского края, чтобы провести какой-то анализ воды. Потому что действительно это уже было всё серьёзно. Инспекцию на пляже местные власти провели только утром 3 октября. Пришли к выводу, действительно что-то произошло, что пока непонятно. Взяли три пробы, следующим утром уже в обед, всё после обеда было доставлено в лабораторию, там проведены исследования. Сегодня мы получили результат о том, что во всех трёх пробах есть превышение содержания нефтепродуктов, почти два раза фенола превышение. Поэтому что-то произошло действительно, что именно сейчас сказать невозможно. При этом официально власти Камчатки заявили, что в общем-то всё не так страшно. Обнаруженное почти четырёхкратное превышение нормы нефтепродуктов в воде в прислужбе Минприроды охарактеризовали, как цитата, ненормальную ситуацию, которая вместе с тем не могла привести к тяжёлым экологическим последствиям. В ведомстве даже опубликовали видео с Халактырского пляжа с припиской «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый». А спустя два часа известный блогер Юрий Дудь в своём Инстаграм опубликовал уже другое видео. Оно снято с вертолёта у побережья Камчатки. На нём видны разлившиеся по поверхности океана нефтепродукты. Дудь привёл рассказ местного сёрфера Антона Морозова. По его словам, спутниковые снимки, впадающие в океан реки, полученные Гринпис, показывают, что ещё в начале сентября река уже выливала тоннами отраву в океан. Недавно получили от Гринпис спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9 и 24 сентября показывают, что 9 числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошёл уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своём промахе и начали спасательные операции, масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает всё вокруг. В итоге проблемы заинтересовались уже и в Следственном комитете. Следователи проводят проверку по факту загрязнения воды Тихого океана и насколько оперативно на ситуацию отреагировали местные власти. В любом случае, ответа на главный вопрос, откуда взялась нефть, пока нет. Пока единственное, что мы можем сказать, что загрязняющие вещества в воде есть. Финальные пробы ещё не готовы. По моему поручению, рабочая группа из всех контролирующих структур, включая федеральные органы власти, создана. Сейчас анализируется масштаб явления и причины для их устранения и принятия блокирующих мероприятий. До выяснения причин случившегося природоохранная прокуратура рекомендовала местным жителям не посещать пляж до устранения последствий загрязнения. Вице-премьер, полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отдал распоряжение принять все необходимые меры в расследовании инцидента и наказать виновных. А российскому наблюдателю эта ситуация в очередной раз напомнила, как именно в России всё работает. Екатерина Лукашенко, Воскресные новости, ТВК. Редактор субтитров А.Семкин